Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем читать первое послание апостола Петра для библейского портала экзегет.ру. И сегодня мы читаем вторую главу. Апостол Петр пишет. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие, зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Мы видим, что начало христианского пути, который он здесь описывает, потому что не случайно он дальше упоминает младенцев, это начало человеческой жизни, начинается с того, что, или лучше сказать, обозначается тем, что человек отрицается от всякой злобы, от всего, что со злобой связано, что связано с разделением между людьми. Потому что если мы посмотрим, вот всякую злобу и коварство, коварство — это когда за спиной другого человека плетутся какие-то интриги, козни строятся ему, лицемерие — это, опять же, нечто неподлинное, ненастоящее, вообще не зависть, когда мы печалимся о благе ближнего и желаем, чтобы то, что есть у него, было у нас, именно его имущество, да, и всякое злословие. И вот действительно это очень важно, потому что стать вот этими самыми новорожденными младенцами и возлюбить чистое словесное молоко, как здесь дальше говорится, невозможно без того, чтобы сначала, прежде этого, не отложить всякую злобу и коварство и все, что ведет нас к разделению с людьми. Люди иногда так делают. Люди думают, что можно прийти в церковь, начать совершать какие-то действия, но вот судя по тому, что говорит апостол Петр, да и судя вообще по всему, что говорится об этом в Священном Писании, совершенно очевидно, что никаких плодов, по крайней мере, добрых плодов, вот такой христианской жизни не будет, просто потому, что она не будет христианской. То есть начинается первый шаг, да, с того, что мы настраиваем жизнь между собой и другими людьми. Почему это важно? Можно вспомнить слова апостола-евангелиста Иоанна Богослова, который говорит, что если мы говорим, что любим Бога, а брата своего ненавидим, а мы Бога при этом не видим, а брата видим, то мы лжем и не поступаем по истине, потому что очень легко говорить, что ты любишь Бога и совершать самые разные действия, но пока любовь не проявляется в конкретных делах, все это может остаться только словами. Итак, апостол пишет, как новорожденные младенцы, возлюбите, чистое. Вот это слово в греческом может переводиться не только чистое, но и бесхитростное. Бесхитростное. Словесное — это тоже, конечно, дело не просто в слове, дело, там стоит слово «логос», то есть словесное, разумное, можно сказать. Возлюбите бесхитростное, разумное, чистое, словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. То есть возлюбите ту мудрость, которую вам посылает Господь, и начните жизнь с самого начала. Это все очень хорошо соотносится с мыслью апостола Павла о том, что крещение есть умирание для греха и воскресение для новой жизни. Это воскресение не просто какого-то полноценного, ожившего, окрепшего, совершенного человека, а это начало пути. То есть, с одной стороны, конечно, крещение с древности воспринимается как уже некоторый итог решимости и подготовки, но, с другой стороны, крещение — это начало пути, когда мы возрождаемся вот этой купелью, в которой мы умираем и воскресаем, и дальше мы должны начать жить заново. Поэтому, дабы вам возрасти от него во спасение, то есть апостол, хотя и говорит, что мы уже спасены, апостол Павел говорит, что вы спасены, и это не от вас, но Божий дар, чтобы никто не хвалился. И в то же время, дабы возрасти вам в спасение, то есть крещение и принятие, искреннее принятие вот этой мудрости, о которой говорит апостол, да, оно уже здесь мы видим, что оно не дает никакого автоматического эффекта. Мы не становимся спасенными сразу. Мы призваны с помощью этого молока, словесного, разумного и чистого, бесхитростного, искреннего, тоже можно перевести, возрасти в спасение. «Ибо вы вкусили, что благ Господь». Господь благ в том смысле, что, конечно же, приход к вере, само вообще желание стать христианином, оно начинается с некоторого опыта общения. То есть вы, отложив всякую злобу и коварство и так далее, пройдите по этому пути спасения, потому что вы вкусили, что благ Господь. То есть у вас есть опыт этой встречи, вы почувствовали эту радость, эту полноту жизни, вы встретились с Богом, и поэтому теперь вставайте на этот путь. То есть этот опыт, он открывается вначале, как некоторый дар, как, ну, как, собственно говоря, богословие и есть дар, и Господь нам его открывает, мы не сами открываем его. Далее он пишет, «Приступая к Нему, так, Господу, то есть, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Это тема, которая есть и в Священном Писании тоже, про камень, который отвергли строители. В Ветхом Завете, ну и вообще в культуре просто израильского народа, дома строились таким образом. Выбирали ровный краеугольный камень, вытесывали его так, чтобы угол был правильный, так, чтобы он был таким основательным, и полагали его в основании дома, в основании угла, и дальше от него строили, дальше от него уже на него ориентировались. Своего рода канон такой был, вот он задавал направление. И апостол поэтому и использует этот образ, мы приступаем ко Христу как к основанию нашего дома, и не только нашего дома. Здесь вот очень важно, что нет никакой исключительности отдельного человека, никакой отделенности, атомизации. Мы приступаем к нему как к камню живому. Да, человеком он был отвержен, но Богом был избран, и он драгоценен. И дальше он говорит, и сами, как живые камни, то есть это совместность некоторое действие, устраивайте из себя дом духовный. То есть мы создаем из себя церковь на основании Христа. Тоже можно вспомнить слова апостола Павла, что вот мы кладем основание, и никто не может положить другого основания, кроме Иисуса Христа. Так и здесь. И вот есть некоторая личная, своё, субъективная ответственность своя. Он говорит, как живые камни, вы своими усилиями это делаете, но в то же время вы, то есть все вместе, сами, устрояйте из себя дом духовный. Конечно, можно задать вопрос, как же мы сами можем это делать, если речь идет о Боге, он же должен что-то делать для нас. Но дело-то как раз в том и заключается, что он для нас и сделал. Он пришел для нас, стал человеком, воплотился, умер на кресте, воскрес, и теперь наша роль. Церковь — это собрание людей в Духе Святом, которые соединены со Христом. Но это не просто собрание каких-то безответственных, безинициативных существ, которые вообще не несут никакой ответственности, не проявляют никакой инициативы, ничего подобного. И вы сами, как живые камни, устраиваете из себя дом духовный. Священство святое. Вот здесь появляется эта тема, которая является повторением еще ветхозаветной темы. Да, конечно, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете существует институциональное священство, но гораздо более глубокое, фундаментальное священство — это священство всех. Почему? Потому что само всепонятие священства, что такое священный, это отделенный для Бога. Так вот, да, в рамках земной жизни священники, рукоположенные священники, то есть институциональное священство, в рамках профессий своих, кто-то посвящает свою жизнь лечению, кто-то учению, кто-то производству, или крестьянству, или еще чему-то. Да, священник в этом смысле свою жизнь посвящает Богу больше, чем внешне, по крайней мере, чем человек, живущий какой-то обычной жизнью, хотя люди, которые, христиане, которые творят добрые дела, будучи врачами, учителями, крестьянами, рабочими, кем угодно, они тоже могут делать это ради Бога, естественно. Так вот, но это в рамках, в рамках этой жизни он как бы большую часть отдает своему такому религиозному, христианскому служению. Но при этом речь идет о том, что в церкви, как в Ветхом Завете, в народе Божьем, все люди становятся божьими. Вот священный, святой, это Божий, отделенный для Бога от мира греха. И нельзя сказать, что вот мирянин, он меньше должен быть отделен от мира греха, да, там, скажем, не священник, а вот священник, или епископ, или диакон, скажем, да, что они должны быть в большей степени отделены от мира греха. Да, священник, конечно, должен быть примером, но никакой здесь нет градации, что кому-то можно больше грешить, а кому-то можно меньше грешить. Все должны чувствовать вот это, то, о чем пишет апостол, да, как раз священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом, то есть в Иисусе Христе. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, и все они камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Здесь есть интересный момент. Верующий в него не постыдится, то есть ему не будет стыдно. Но греческий текст подразумевает здесь в большей степени выраженный пассивный залог. Верующий в него не будет постыжен, то есть его не будут считать посрамленным, и уже в этой связи он сам не будет считать себя посрамленным. То есть для Ветхого Завета характерны еще вот эти представления о том, что можно постыдить другого, и ему из-за этого будет стыдно. Это еще не только внутренний стыд, это внешний стыд, позор, можно сказать, и вот внешний, и вот верующий в него он не будет опозорен, не будет постыжен. То есть он как на твердой почве будет стоять на почве своей веры, на почве этой связи с Иисусом Христом и через него с Богом. «Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены». То есть мы видим, что разделение между людьми проходит не по линии плохой-хорошей, порядочной-непорядочной, как сегодня, скажем, многие полагают, что главное быть хорошим человеком. Там храм, церковь, Иисус Христос, это все неважно. Если я порядочный, я и так порядочный. То есть многие думают, что мы приходим в храм для того, чтобы стать порядочными, честными, добрыми людьми. А если я и так нормальный, для чего мне идти в храм, проповеди слушать или молиться? Я, в общем-то, и сам нормально себя чувствую, нормально себя веду. Нет, здесь все-таки совершенно очевидно для апостолов и в целом для Священного Писания Нового Завета, что нет такого разделения на просто хороших и плохих. Есть люди, которые через Иисуса Христа идут к Богу, и есть люди, которые не идут к Богу. И здесь есть интересная вот эта тема возникает, о людях, которые оставлены не покоряться Слову. Вот здесь так и говорится, о которой они притыкаются, не покоряясь Слову, на что они и оставлены. Что значит оставлены? То есть как будто бы есть какие-то особенные такие вот люди, которые специально заготовлены для того, чтобы не покоряться Слову, притыкаться и, ну и в общем, закончить свою жизнь плачевно, да, печально, отделенными от Бога. Но вполне возможно, что апостол Петр имеет в виду то же самое, что имеет в виду апостол Павел в послании к Коринфянам, когда он говорит, что народ Божий, иудеи, они отсечены от своей природной маслины для того, чтобы дать возможность войти язычникам. Апостол так и пишет там, что вы не обольщайтесь, не обольщайтесь о себе. Бог специально так предусмотрел, чтобы Израиль отпал, для того, чтобы вошли вы. И вот здесь то же самое. Они притыкаются о камень, то есть иудеям очень сложно принять мессию страдающего, мессию умирающего, мессию бедного, не мессию царя, который пришел и силой взял власть в свои руки. И Христос поэтому и говорит, что хула на сына человеческого простится, потому что люди не узнали его, они ждали, да, пусть искаженный это был образ, но они ждали чего-то другого. И вот апостол Павел тоже об этом пишет, и апостол Петр здесь. Они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. То есть оставлены с определенной целью, как потом апостол Павел уже пишет, Бог всех заключил в непослушании. Вот народ Божий выполняет свою миссию даже в том смысле, что он оказывается отпавшим для того, чтобы восполнилось число язычников. Но вы, дальше он обращается уже к христианам, но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. И мы видим, что здесь уже прямо повторяется цитата из книги Исход, когда Бог говорит Моисею, через Моисея Бог говорит всему народу, что вы род избранный, род священный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Здесь нет никакого выделения, что вот Аарон, или там левиты, или род Аарона, вот он какой-то особенный будет, потому что они священники, а вы все остальные, ну просто тоже, да, вот члены народа Божьего. Нет. Здесь прямо царственным священством называется весь народ. Почему? Потому что человек вообще, по сути, сотворен, как царь на земле, как тот, кто должен был землею править, кто должен был землю привести к Богу, да, по мысли преподобного Максима Исповедника, например. И мы видим, что это люди взятые в удел, удел Божий. Как раз вот это та самая мысль, которая апостолом Петром проговаривается еще в начале, когда он пишет пришельцам рассеянным. Почему пришельцам? Потому что их дом в другом месте, они здесь, они здесь временно находятся. Почему? Потому что на самом деле они в уделе Божьем, царство для них уготовано. Итак, значит, народ святой, и вот святой, очень важно, что речь не идет о личной, личном совершенстве, как будто бы любой, кто не совершен, кто не идеален, он сразу от этого единства с Богом отпадает. Нет, все-таки есть некоторая мера, когда мы стремимся к Богу, когда мы прикладываем усилия, когда мы не нарушаем основных заповедей еще Ветхого Завета. Так вот, народ святой – это народ Божий, принадлежащий Богу, люди взятые в удел. Но для чего? «Чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы чудный свой свет». То есть речь идет о том, что церковь, христиане призваны вот к этому служению не просто для того, чтобы самим наслаждаться, закрыться, сказать, вот мы теперь избранные люди, мы теперь Божьи, и нам ничего больше не интересно. Нет, дабы возвещать совершенство призвавшего из тьмы в свет. Для чего? Для того, чтобы другие тоже оказались призваны. Потому что Бог всем хочет спастись и в познание истины прийти. И если ты становишься Его, если ты становишься Божьим, то вот эта внутренняя ориентация на проповедь, на миссию, на сообщение другим людям истин о Боге, она не может к тебе не появиться. Если не появилась, ты просто не имеешь тех же желаний, которые имеет Бог. Тогда, может быть, ты пришел к Нему зачем-то своим, но Он даст тебе только то, что у Него есть, даст тебе самого себя. Далее. «Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные». И здесь, конечно же, идут прямые отсылки к пророку Осии, у которого Бог говорит, когда Он отвергает свой народ, Он говорит, что теперь я помилую непомилованную. И там явно речь идет о народах языческих. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей восстающих на душу». Мы видим, что начинается совершенно другая тема. То есть вот Он в начале второй главы сказал, отложив всякую злобу, так, как будто бы уже все отложено. И дальше Он столько замечательных слов сказал о том, что вот вы уже избраны, вы уже Божьи, вы уже святые. И в то же время, да, христианство – это только, это всегда путь. И поэтому в самом начале, дабы нам от Него возрасти во спасение. И вот в этом возрастании во спасение, как раз об этом Он и говорит. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». И вы знаете, часто людям кажется, что плотские похоти – это те похоти, которые связаны с нашей сексуальностью. Но это, конечно, не так. Здесь дело не только в сфере пола. Здесь вообще все те телесные, здесь написано «плотские», да, те телесные, плотские желания и внутренние силы, потенции, потребности, которые есть в нашем теле. И вопрос не в том, чтобы от них совершенно избавиться. Мы не можем избавиться от желания есть или пить, от желания дышать, да, и, ну, некоторых других в том числе. Но удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. То есть человек становится рабом этих похотей. И вот как раз от них надо удалиться, то есть надо некоторый опыт воздержания получить для того, чтобы стать хозяином этих самых сил. Когда-то после грехопадения человек стал их рабом. В христианстве он призван вернуться к своему такому царственному правильному положению, когда ум или дух руководит всем его составом и в том числе не позволяет этим плотским похотям восставать на душу. Для чего же это делается? И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые ваши дела, прославили Бога в день посещения. Вот очень интересная мысль, что речь не идет о том, что ваши добрые дела сразу всех должны сделать христианами. Это, по-видимому, невозможно, чтобы все вот просто от одного хорошего поведения сразу сами стали хорошими и святыми. Да, мы знаем известные слова преподобного Серафима «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся», но все равно мы вряд ли можем рассчитывать на какую-то окончательную победу святости здесь, в этом мире. По крайней мере, книга «Откровения» Иоанна Богослова, она говорит нам о некотором другом исходе мировой истории, но все же правильное поведение христиан, оно позволяет им, позволяет язычникам точнее, да, вот дает им некоторый шанс на обращение в последний момент. В день посещения они, видя добрые дела, «Христиан прославляют Бога», и дальше он пишет, «Итак, будьте покорны», то есть здесь уже совершенно конкретные правила начинаются, и дальше они продолжатся и в третьей части, «Итак, будьте», в третьей главе, «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым, для наказания преступников, и для поощрения делающих добро, ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали устане вежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Мы видим, что апостол Петр рассуждает в рамках своей ситуации, в том числе политической ситуации, в которой он живет, он живет в Римской империи, там практически с оговорками, все равно, наверное, можно говорить о монархии, хотя и о республике, естественно, в какие-то периоды так, какие-то наоборот. «Будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа». То есть не для начальства, это важно, не для того, чтобы поддерживать все инициативы, которые могут быть и плохими, и хорошими. Совершенно очевидно, что христиане не могут, например, поддерживать греховных инициатив, просто потому что они исходят от начальства. «Будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа». То есть для того, чтобы совершенствовать вот это свое внутреннее христианское расположение. Каким же образом? Царю, как верховной власти, правителем, как от него посылаемым. Для чего посылаемым? Здесь тоже очень существенный, важный момент. Для наказания преступников и для поощрения делающих добро. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали устание вежества безумных людей». То есть речь не идет о том, что всякую инициативу, если она исходит от власти, можно поддерживать и поощрять. Например, в 30-е годы и в 20-е взрывали храмы, расстреливали верующих людей, священников и мирян, и епископов, естественно. Были все социальные слои, которые были в Российской империи, все так или иначе, всех захватили вот эти репрессии. И, конечно же, мы не можем сказать, что эта мысль апостола Петра, она в полной мере относится к этому времени. Почему? Потому что как раз здесь правители, которые посылались от верховного правителя, они были посылаемы не для наказания только преступников, они были посылаемы и для наказания добрых людей, и не только для поощрения делающих добро, как здесь пишет апостол. Поэтому, он здесь пишет дальше, ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежества безумных людей. То есть в итоге главное, что должны делать христиане, когда речь идет вот об этом, будьте покорны всякому начальству и так далее, делать добро. Вот главное, к чему призван христианин. То есть речь идет о том, что он должен стать каким-то потакателем всему, и вся, что просто исходит от какого бы то ни было человека, получившего власть. Почему? Почему это так? Он пишет здесь, апостол, что когда христианин все время стремится делать добро с добрым начальством, с начальством, которое желает добра, он совпадает. А для злого начальства, кем он является, дабы мы, делая добро, заграждали уста невежества безумных людей. То есть он является свидетелем того, как на самом деле надо себя вести, как на самом деле надо поступать. Но свидетелем, не убийцей, не революционером, не тем, кто в ответ мстит, он свидетельствует о том, что подлинная, правильная жизнь, она вот такая, какую он должен проводить. И вот здесь как раз очень, 16 стих очень важен, чтобы это понять. Как свободные, в том числе свободные от внутреннего зла, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. То есть это не так, что мы говорим, да, вот мы стали христианами, мы внутренне свободны, и поэтому мы сейчас свои злые какие-то планы здесь сможем реализовать. Нет, не для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, и здесь совершенно очевидно, да, что вот речь идет как раз обо всех людях вообще. Почитать, то есть воздавать, воздавать должное и стараться оказать милость, оказать помощь. Братство любите, правильные, да, взаимоотношения с христианами другими. Бога бойтесь и царя чтите. То есть почитайте, мы возвращаемся к тому, от чего начал апостол этот отрывок, да, с покорности всякому человеческому начальству. Но эта покорность не всегда проявляется в соглашательстве или в поддержке. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Вот интересно, почему это так? Почему апостол не говорит, если вас наказывают напрасно, воспротивьтесь, да, там, восстаньте против них? Совершенно очевидно, что здесь апостол подразумевает другой метод убеждения. Это напрямую соотносится с Нагорной проповедью. Если ударит тебя по одной щеке, подставь другую. То есть покажи, что ты, как христианин, понимаешь, что ценность этой жизни, кратковременная и кратковременной, да, она не так значительна, как ценность жизни вечной. И поэтому, поэтому показывай, что ты не готов здесь и сейчас, да, за свои страдания начинать войну, начинать какое-то восстание и прочее. Покажи, что ты живешь другими ценностями, иными словами. И, конечно, христиане когда-то могли так поступать, да, вот там первые века, например, они терпели мученичество, они там, не знаю, я не могу себе представить, скажем, чтобы какая-то христианская община, узнав, что местное начальство завтра начинает на них гонение, прокралось ночью куда-нибудь, какому-нибудь руководителю, да, и там, не знаю, связало его, выкрало или, хуже того, убило, для того, чтобы воспротивиться гонениям. Нет, люди, да, вот они воспринимали все, как посылаемое от Бога, но тем самым они победили Римскую империю. Ибо вы к тому и призваны, говорит апостол, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Вот, чем заканчивается эта мысль. Дабы мы шли по следам Его. Куда шли? На крест, конечно же. Христос же шел на крест в первую очередь, и через крест победил смерть. Так и здесь. То есть христиане — это не люди, которые все время ищут комфорта, уважения, почета, они ищут быть с Богом, они ищут исполнение Его заповедей, они ищут новой жизни. И, конечно же, в мире, который лежит во зле, они периодически оказываются в трудной ситуации, они переживают очень непростое, очень непростые тяжелые испытания. Но это не означает, что они любой ценой должны от этих испытаний бежать. Иногда их приходится претерпеть. «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословен, Он не злословил взаимно». Вот, то есть апостол прямо показывает, а что же именно предполагает вот это перенесение скорбей. «Будучи злословен, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал это судьи праведному», то есть Богу. «Он грехи наши Сам вознес телом своим на древо». Речь идет о крестной смерти и крестной жертве. «Дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды». Да, Христос на кресте дал нам возможность новой жизни, примирил нас с Богом. И в крещении мы получаем как раз это избавление от грехов. «Дабы, избавившись от грехов, мы жили для правды». И он здесь, апостол прямо цитирует пророка Исаию, «ранами его вы исцелились, ибо вы были, как овцы, блуждающие, не имеющие пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блестителю душ ваших». Вот этим заканчивается вторая глава, и мы отчетливо видим, что христианская жизнь и вот это возвращение к пастырю и блестителю душ совершается через богоугодную жизнь. Всего доброго!